Летний период Летний период – это, как правило, период отпусков. Кто-то его проводит на море, кто-то в горах, а кто-то оздоравливается на родных просторах. И тут и другой отдых, безусловно, приятен и полезен, если только его не омрачают некоторые проблемы со здоровьем. Приветствую вас! С вами вновь программа «Спрашивайте доктора». Сегодня в программе. Непрошенные гости. Какие болезни могут переносить клещи? Эксодов является переносчиками двух основных инфекций, которые у нас в республике регистрируются. Не откладывай визит. Что может стоять за банальным отравлением? Продукты, содержащие сырые яйца какие-то, да, это будет риск сальмонеллеза. Промедление смерти подобно. Что нужно знать о бешенстве? Надо понимать, что бешенство не проходит, бешенство влечет без отсутствия лечения. Бешенство – это 100% летальный исход. Об этом и многом другом в программе «Здравствуйте, доктор». С какими болезнями может встретиться человек в летний период? И как их избежать? Спросим об этом у гостя нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, Святослав Олегович. Добрый день. Вельгин Святослав Олегович. Заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения городская клиническая инфекционная больница города Минска. Кандидат медицинских наук. Сегодня у нас тема, в общем, ну, наверное, очень интересная. Начинается лето, такая, в общем, замечательная веселая пора. И вместе с тем эта пора таит некие опасности для человека. И первая из них, которая, наверное, сейчас на слуху у всех и живо обсуждается, это все-таки те пресловутые клещи, которые атаковывают нас повсеместно, как только мы выезжаем за город. Вот первый вопрос, конечно, который я хотела бы вам задать. Все-таки в чем же опасность клещей и какие заболевания они переносят? Действительно, сейчас отмечается сезонная активность клещей. Весенний период отмечается первый пик активности иксодовых клещей, которые опасны для человека, потому что не все клещи опасны. Вот именно иксодовы являются переносчиками двух основных инфекций, которые у нас в республике регистрируются. Это клещевой энцефалит, примерно 100 случаев по республике ежегодно регистрируется, и клещевой боррелиоз или лаймборрелиоз, болезнь лайма. Порядка тысячи человек в год регистрируются новых случаев данного заболевания. Ну и мы уже видим по нашей клинической больнице, города Минска инфекционной, что поступают уже первые пациенты. Во-первых, с фактом присасывания клеща мы оказываем консультативную помощь. И первыми симптомами заболевания первые уже у нас лечатся в больнице. Помимо боррелиоза, клещевой энцефалит. Но тут надо сказать, что не только может быть через присасывание клеща, но и через употребление в пищу некипяченного козьего молока. Особенно молодая коза, то есть еще не имеющая иммунитета, вот она рано достигает вот этого молочного возраста, то есть дает молоко, и, соответственно, может передать. У нас вот были в прошлом году и в городе, в том числе, вспышки, когда семейного типа, то есть групповые, когда все заболевают. Поэтому какие меры предприняли? Здесь очень простая мера, то есть кипятить молоко. Скажите, пожалуйста, Святослав Олегович, ну вот так случилось, человек обнаружил у себя на теле клеща, и, конечно же, сразу первый вопрос, что делать? Вот что делать? Я бы советовал его, конечно, как можно быстрее удалить. Вот многие говорят, надо обращаться к врачу, к травматологу, к хирургу. Ну, вообще-то это даже, в общем-то, люди, которые живут в лесах, они даже смеются над этими рекомендациями, потому что… Но, тем не менее, травмопункты-то наши загруженные. Они загруженные, да. И травматологи клещей извлекают из тела. На самом деле ничего тут сложного нет, надо самостоятельно… То есть когда он еще ползает, вообще никаких проблем нету, да, то есть он абсолютно безопасен, когда он ползает. Когда он присасывается, да, то есть есть момент, что это присасывание абсолютно незаметно. Он выделяет анестезирующие вещества, и, соответственно, он может сидеть там несколько дней, и человек даже не будет знать об этом. И случайно, когда моется в душе, обнаруживает какую-то родинку, потом он ковырнет, а там идет кровь, и тогда он начинает уже паниковать, да. Вот. Ну, тогда, может, имеет смысл пойти к врачу, да. Чтобы успокоиться все же. Вот. А если он свеженький, там вы только его начинает впиваться, надо брать обычную нитку, завязывать узелок поближе к коже и выкручивать его аккуратненько, либо пинцетиком аккуратненько, тоже выкручивающим движением его удалить. Вот. Много также мифов ходит о том, что надо обязательно нести на исследование данного клеща. Вот. Ну, наука развивается. То есть если такие рекомендации, они у нас были, они, в принципе, они еще работают, вот, что надо обязательно всех клещей нести на исследование, там, и принимать, соответственно, профилактические антибиотики. Это, в общем-то, американское общество инфекционистов. В 2006 году они издали рекомендации, вот, ну, которые, в общем-то, можно прочесть в открытом доступе они. Они рекомендуют назначать профилактическое лечение лаймборелиза однократным приемом 200 мг доксициклина, вот, при соблюдении четырех условий. Первое условие – это то, что клещ достоверно может быть идентифицирован как эксодовый клещ. То есть это не то, что там летающие какие-то там мошки, там, да, другие насекомые, вот, клещ вообще не насекомые, это паукообразные, вы знаете, да, вот, но именно, значит, эксодовый клещ, эксодосрицинус у нас, да, раз. Во-вторых, он должен быть, длительность сосания не менее 36 часов, вот. Дело в том, что возбудитель находится в кишечнике паразита, да, и, в общем-то, чтобы возникла инфекция передачи, да, то есть возникает сначала, он насасывается крови, у клеща идет генерализация инфекции, потом он только идет в слюнные железы и передает. То есть это примерно двое суток проходит от этого, от момента присасывания. Вот, если его аккуратно удалить, вот, то есть не вызывать такими, значит, не выдавливать его, там, раздражающие средства, да, тогда он может отрыгнуть вот эту вот пробку, которая образуется при сосании, и, в общем-то, стимулировать передачу инфекции. Так вот, если в первые сутки удалить, то тоже, как бы, безопасно. Ну, и третий момент, да, это тоже вот американцы, они говорят, что очень важен риск, оценить риск. Они считают рискованные зоны, вот эти эндемичные зоны, более 20% в ключе инфицированы данным возбудителем. Если мы говорим за город Минск, то есть вот данные городского центра гигиены и эпидемиологии, вот, они представлялись, рассылались по учреждениям здравоохранения, и мы знаем, что в прошлом году учреждения города Минска обращались полторы тысячи... Нет, 15 тысяч, 15 тысяч человек. 15 тысяч человек, из них полторы тысячи примерно укушены в городской черте, вот, с одной стороны. Вот, и, значит, проверяли зараженность, инфицированность эпидемиологии, да? У этих 15 тысяч? Ну, не 15 тысяч, да, ну, вот, у тех, что там проводили и в природе, там, и снятых с людей, и получилось, что только 4% клещей инфицированы. То есть каждый 25-й клещ. Вот, то есть не факт, что он, во-первых, передастся, не факт... Поэтому тут никаких профилактических мероприятий в городе Минске, в принципе, проводить не надо. Светослав Олегович, наш разговор продолжит традиционная рубрика нашей программы. Итак, направляясь в места, где могут быть клещи, а, как мы выяснили, они могут быть везде, нужно как следует вооружиться. Нет, охотиться на клещей, конечно, бессмысленно. А вот не дать им охотиться на себя – наша первостепенная задача. Во-первых, наша одежда должна плотно прилегать к телу. Кофту лучше заправить в брюки. Брюки, обувь или носки. А голову следует укрыть головным убором. Во-вторых, не помешает воспользоваться специальными средствами, отпугивающими клещей. Называются они репеллентами, которые в разных видах и формах продаются в аптеках. И, наконец, третье. Находясь в местах обитания клещей, нужно постоянно осматривать себя и окружающих. Дело в том, что клещ, оказавшись вначале на одежде, еще некоторое время ползает по ней, пытаясь добраться до оголенного участка тела, чтобы впиться. В этот самый момент его можно взять голыми руками. Если непрошенный гость все-таки устроился на вашем теле, его следует аккуратно извлечь, а затем отвезти в лабораторию. Так, для подстраховки. Как вы уже поняли, далеко не каждый клещ является переносчиком арбовирусных инфекций. А значит, и не каждый укус клеща ведет за собой болезнь. Тем не менее, рисковать не стоит. Если этого сделать не удалось, врач может назначить профилактическое лечение. Как говорится, береженого Бог бережет. Из двух болезней, которыми могут нас наградить клещи, чаще всего встречается лайма-борелиоз. Впрочем, о нем лучше расскажет гость нашей программы. В чем опасность этого заболевания, если своевременно не обратиться к врачу? Заболевание вызывается барелиями, барелия брукдорфери. Есть такие аналогии, похожие на возбудителя сифилиса. Трипанемы, есть немножко другие, но, по крайней мере, похожие возбудители. Поэтому выделяют три стадии заболевания. Если первая стадия заболевания – это эритема, то есть покраснение в месте присасывания клеща, которое расползается с каждым днем, увеличивается в размере, и это практически стопроцентный случай лайма-борелиоза. Тут даже не надо никакого лабораторного подтверждения, достаточно сходить к врачу, который оценит своим опытным глазом этот симптом и поставит заболевание, и, соответственно, назначит правильное лечение. Если его не лечить, чем опасно? Что может прогрессировать во вторую и третью стадию заболевания. На второй стадии заболевания – это стадия диссеминированной инфекции, возникает многоочуговое поражение. То есть возникают эритемы, которые уже не в месте присасывания, а в отдаленных местах. Вот они такие летущие, по несколько дней самостоятельно проходят. Может быть картина безжелтушного легкого гепатита, поражение сердца в виде миокардита, нарушение ритма, проводимости, поражение суставов, поражение нервной системы очень интересное. Проявляется в виде радикулитов, порезов лицевых нервов у детей. Часто это порез односторонним, потом двухсторонним лицевого нерва. И это называется синдром Банварта. Также специфический признак лайма-борелиоза. Ну и третьей стадии, если тоже ничего не лечить, то процентов от десяти может переходить в поздние проявления в виде хронических артритов, хронический нейроборелиоз, хронический атрофический акродерматит. Ну это уже экзотика, да, но тем не менее она бывает. Ну что ж, мы прервемся с вами на пару минут. А пока рекламная пауза. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Напоминаю, в эфире программа «Здравствуйте, доктор». И с гостем нашей программы мы говорим о летних опасностях. Слава Олегович, ну вообще-то у нас есть еще и другие опасности летние, связанные с инфекционными заболеваниями. Так называемые пресловутые острые кишечные инфекции, которые мы тоже считаем, что активизируются в теплый период времени и можем отнести к разряду сезонных. Острые кишечные инфекции – это вообще синдромальное такое понятие. То есть может вызываться как бактериальными, так и вирусными возбудительными. Сезонность, ну имеет место быть, если ротовирусный, это, как правило, зимний сезон, это детские коллективы, то есть зимой. То сейчас именно активизируются бактериальные кишечные инфекции. Через продукты питания. Да, то есть немытые руки, немытая пища, потому что возрастают риски. С летом мы идем на дачу, сберем с собой еду, которая может целый день там быть при достаточно высокой температуре, условия хранения продуктов могут не соблюдаться, молочные продукты те же скисают. Но делать нечего, мы это все едим, кушать хочется, да, и в результате получаем вот эти пищевые токсикоинфекции, с одной стороны, да, которые связаны с тем, что, значит, условно, патериодный какой-то возбудитель, который, в общем-то, живет в нас в норме, там, и в природе в норме, он размножается в большом количестве и продуцирует какие-то токсины, которые мы получаем, в общем, с недоброкачественным продуктом в большом количестве и вызывается, в общем, преимущественно рвота. Вот. Ну, тут что надо? Есть доброкачественные продукты, да, и соблюдать условия хранения. Вот, если возникла такая ситуация, конечно, надо не тянуть, надо обращаться к врачам. Да, вот, кстати, ну, давайте, наверное, мы все-таки, помимо того, что есть пищевые токсикоинфекции, есть еще и более такие серьезные заболевания, да, которые тоже в этот период распространяются и через молочные продукты, и мясные продукты, это и такие, как и сальмонеллез, да, как я понимаю. Да, то есть это классическое, вот, облигатно-патогенное, да, вот сальмонеллы, да, но они тоже, это занозы, то есть от человека к человеку, как правило, не передается, это от птиц, допустим, это, есть такая вредная привычка у некоторых людей, может, не вредная, но такая вот для инфекционистов вредная, пить сырые яйца, да, или продукты, содержащие сырые яйца какие-то, да, это будет риск сальмонеллеза. Ну, тут четкая клиника, то есть помимо того, что будет рвота, диарея достаточно выраженная, многократная, и будет температура. То есть здесь она, в общем-то, секреторная диарея с высокой лихорадкой. Святослав Олегович, пришло время очередной рубрики нашей программы. Для простого обывателя слова «инфекционная больница» – нечто ужасное. Попытки справиться с болезнью самостоятельно только ухудшают состояние, а порой несут смертельный риск. Особенно это касается детей. Сложность диагностики инфекционного заболевания заключается в том, что необходимо не перепутать бактериальную инфекцию с вирусной. От этого зависит то лечение, которое будет назначено. При бактериальной инфекции применяются антибактериальные препараты. А вот применение таких средств при вирусной инфекции противопоказано. Оно может только усугубить состояние. Результаты анализов, как правило, готовы только через три дня. Врач в это время точно сапер. Ошибиться не имеет права. Ведь за эти три дня больной может совсем ослабеть. Впрочем, все вопросы лечения – к медикам. Мы расскажем о правилах, которые должны знать при любом инфекционном кишечном заболевании. Во-первых, питание. Раньше в его основе лежала водно-чайная диета. Теперь под запретом лишь молочные продукты. Хочется кушать? Пожалуйста. Нет, никто не заставляет. Во-вторых, питье. Оно должно быть постоянно. Если это ребенок до года, то это медленное, постепенное выпаивание из пипеточки. Если ребенок старше, это чайная ложечка. Каждые 10-15 минут. Фирменный напиток всех инфекционных больниц – компот из сухофруктов. Да, это уникальная смесь, позволяющая восполнить потерю калия. А низкие цифры калия, кстати, могут привести к остановке сердца. И последнее. Не занимайтесь самолечением. Исход болезни все равно больница. И чем раньше вы туда попадете, тем лучше. Святослав Олегович, но помимо общепринятых кишечных инфекций, вернее, не общепринятых, а наиболее часто встречаемых кишечных инфекций, есть еще инфекции, которые встречаются реже, но которые тоже связаны с приемом или продуктов питания, или питья воды, или жидкости какой-то. Вот какие это редкие инфекции все-таки, которые регистрируются, которые, тем не менее, являются опасными? Да, ну вот к сезонным и природно-очаговым инфекциям можно отнести несколько инфекций. Ну вот, допустим, тот же ерсениоз, да, можем взять, вот, передается грызунами, вот, которые на овощехранилищах, в общем-то, контаминируют своими испражнениями. Допустим, тоже капусту, да, вот у нас еще некоторые покупают старую капусту, там, вот эти старые морковки и так далее, корнеплоды. И сырые овощи мы употребляем в пищу, да, без термической обработки, соответственно, риск запретить ерсениозом. Вот, ну, тоже в последние годы мы немного видим, хотя были сообщения эпидемиологов, что есть такая инфекция, да, вот, она проявляется не только гастроэнтеритом, даже не столько гастроэнтеритом, как системными проявлениями, то есть может и желтуха быть, и поражение суставов, вот, и менингит может даже развиваться, то есть все что угодно, да, сгенерализованной очаговой формой инфекции. Вот, сыпь может быть на теле. А кроме ерсениоза, что еще? Ну, лептоспироз, лептоспироз, природная очаговая инфекция, тоже передается грызунами, может, и собаки те же могут болеть, вот, собачья лептоспира. Ну, здесь проявление, это лихорадка, высокая лихорадка, может быть, желтуха, это поражение почек, то есть боли в пояснице, да, и могут быть картины поражения нервной системы, то есть в виде менингита. Вот, это бывает, и таких пациентов немного, но они очень тяжелые, их следует выявлять. А каков путь передачи вот этого заболевания? Вот, они получаются, как вот, можно, допустим, пить воду из колодца часто, да, тоже контаминированная вода, то есть точно вот эта вода попадает, вот, тоже от грызунов. Вот, либо контакт с животными, да, то есть профессиональные есть риски, да, вот. Вот, ну, даже вот больная собака тоже, вот, если вот она у нее, получается, как вот, типа, неудержание мочи, да, убираешь за этой собачкой, вот, и можно самому заболеть. То есть это надо для тех, кто вот в основном в сельской местности живет или выезжает? Да, то есть это, как правило, контактировать с природой. Да, а еще? Вот, есть геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, такое страшное название, да, вот, с геморрагической лихорадкой. Да, да. Вот, это не особо опасная инфекция, то есть могу успокоить, но, тем не менее, бывают тяжелые. Вот, и были очаги в Могилевской области, тоже грызуны, в общем-то, резервуар данные инфекции, вот, может быть, и воздушно-капельное даже заражение, вот. Но здесь тоже высокая лихорадка, сыпь, геморрагическая сыпь, это боль в пояснице и это мочевой синдром. То есть, если проследовать мочу, во-первых, моча может быть мало, может быть признаки почечной недостаточности, вплоть до проведения гемодиалия за некоторых пациентов. Святослав Олегович, мы через пару минут продолжим наш разговор. А для зрителей рекламная пауза. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Напоминаю, в эфире программа «Здравствуйте, доктор!» и с гостем нашей сегодняшней программы мы говорим о том, как избежать болезни летнего периода. А скажите, пожалуйста, Святослав Олегович, а вот мы еще обычно в летнее время затрагиваем тоже, ну, две таких проблемы, которые, ну, может быть, они и редко встречаются, но, наверное, от того, что редко, поэтому и вот значимость этой проблемы, она бывает всегда очень такая сильная, столбняк и бешенство. Вот в прошлом году у нас были случаи, когда домашние животные царапали, нападали. А связано это было с тем, что… Ну, они каждый год, эти случаи есть, и действительно у нас в республике достаточно сложная ситуация по бешенству, именно по эпизоотической ситуации. У нас есть очаги, у нас есть очаги, но если некоторые скандинавские страны уже как бы обезопасили себя там путем ограничительных мероприятий, на внос и так далее, то у нас это актуальная проблема, это мы видим, вот, значит, ежегодно вот есть случаи бешенства среди людей. Вот, но тут, конечно, тут важна профилактика, антиарабическая профилактика, есть антиарабические центры, кабинеты, в общем-то, при малейших, в общем-то, угрозе лучше пройти этот курс вакцинации, но сейчас далеко не такой страшный, как был раньше, то есть каждый день там буквально эти несколько уколов. То есть надо понимать, что бешенство не проходит, бешенство влечет… Бешенство – это 100% летальный исход. Это 100% смерть пациента. Описанные как бы случаи выздоровления, но они мало достоверны, да, то есть это исход один, поэтому лучше, конечно, предупредить. Поэтому если все-таки, да, животное… Если даже есть минимальный риск, в общем-то, если мы этого животного не можем потом через 10 дней исследовать его, если он не заболел, да, то есть достоверно исключить, то надо проводить эту профилактику, вот. Ну, это получается экстренное, пустоэкспозиционное профилактика бешенства. Которое эффективно? Да, эффективно. Она эффективна. А что касается столбняка? Подцепить мы можем его повсеместно, потому что столбняк – это споры, да, это анаэробный организм, значит, споры, и они везде, где есть земля, где пыль, и поэтому глубокие раны, где есть, ну, вообще-то возможность анаэробных условий, то есть уколы каким-то гвоздем, может быть, очень рваные какие-то раны, где вот есть вот эти вот условия размножения вот этого возбудителя, соответственно, высокий риск заболевания столбняком, если нет иммунитета. Вот. К счастью, противопоказаний таких реальных для профилактики вот именно столбнячной вакцины, да, то есть анатоксином практически нет. Но это уже после, при обработке, при хирургической обработке раны вводится и столбнячная анатоксина. Да, то есть это хирурги очень хорошо знают, это у них всегда на первом месте, это проведение профилактики столбняка, потому что, если человек заболевает столбняком, то здесь уже, конечно, это пациент отделения реанимации. Это реанимационная помощь, это достаточно тонкое балансирование на грани жизни и смерти, и 50% выживаемости – это неплохой результат будет, если будет такой. Ну что ж, пришло время заключительной рубрики нашей программы. Напал столбняк. Так, кажется, мы в шутку говорим, когда кто-то из ближних ошарашен какой-то информацией. Столбняк – смертельно опасное заболевание. Самая большая вероятность встретиться с ним у дачников. Избежать столбняка можно с помощью вакцинации. А вот с профилактикой остальных бацилл придется потрудиться. Итак, наиболее популярный путь заражения – воздушно-капельный. Второй путь заражения – пищевой. Вот здесь можно применить все правила профилактики. Во-первых, мойте руки перед едой. Это как отче наш. Во-вторых, мойте то, что едите. А лучше и мойте, и отваривайте. В горячий сезон тщательно отсматривайте срок годности продуктов. Особенно молочные продукты, своеобразные торты с масляной основой, яйца, которые являются непосредственным переносчиком сальмонолиозной инфекцией. При нарушении правил хранения они могут стать более значимым фактором для заболевания кишечной инфекцией в летнее время. И это факт. Спасибо большое, Святослав Олегович, за очень интересный разговор в преддверии летнего периода. И еще традиционные пожелания нашим телезрителям в завершении программы. Уважаемые телезрители, пожелать хочу вам здоровья в первую очередь, хорошо провести лето. Надо, конечно, знать о потенциальных угрозах. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Если вы знаете, как себя вести в какой-то нестандартной ситуации, да и стандартной ситуации, в общем-то, не болейте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.